Мы благодарны вам за ваше желание прислушиваться к мнению учеников, за предоставленную нам возможность расти и развиваться каждый день проведенной в стенах гимназии, за то, что мы стали личностями, которые стремятся продолжать образование. Спасибо вам, наш дорогой директор Роман Саякович и его команда. Всегда ваши ученики девятого класса. Дорогие Татьяна Игоревна и Кристина Илмаровна, вы лучшие из всех на Земле. Вы научили нас бочти своих детей, дружить и улыбаться, находить общий язык. Это очень важно для человека, который только познает мир. Да, ваша профессия сложная, занимает много сил и времени, но, несмотря ни на что, вы всегда готовы помочь нам, поддержать и выслушать. Не всегда с нами легко справляться, но вы можете найти подход к каждому, настоящий профессионализм. Благодаря вам мы научились быть самостоятельными, планировать и можем с уверенностью идти дальше в будущее и представлять гимназию в следующей ступени. Вы – наше стабильное основание, а всем известно, что дом без крепкого фундамента не может стоять. Уже десятиклассниками мы придем к вам, чтобы еще раз поблагодарить. Слово предоставляется директору Рижской классической гимназии Роману Саевовичу. Дорогие друзья, вы знаете, благодарность сделала, конечно, хорошее, но сегодня такой день, когда стоит немножко подумать о том, в чем же смысл вашей жизни. Потому что многие другие об этом задумывались и не всегда находили ответы на этот серьезный вопрос. Я желаю вам, чтобы поиски смысла жизни начались у вас вовремя, чтобы вы почувствовали и помыслили в себе рождающиеся желания, интерес, который привел бы вас к какой-то своей выбранной вами профессии на всю жизнь. Делу, которому вы могли бы посвятить себя и свои способности. Ну и при этом, конечно же, подумать о том, что смысл жизни не бывает и не случается, если нет поддержки. Вот чтобы у вас всегда была поддержка и какая-то опора, о которой вы сегодня говорили. Я не напекаю на учителей, но говорю вам о том, что всегда добрый и хороший совет вашего друга или вашего наставника вам поможет в жизни. Сегодня вы думаете не только о том, что вас ждут экзамены впереди, но и о том, что за экзаменами, за всеми проверками все равно остается ваше собственное «я», ваша собственная душа, ваше собственное настроение, желание, интересы. Все, что связано с вашими собственными надеждами и какими-то своими собственными размышлениями. О жизни. Потому что никто-то за вас должен придумать, что вам делать потом. Никто-то за вас должен решать, что вы выберете для себя. Вы попробуйте почувствовать, вот к чему стремится ваша душа, к чему стремится ваше «я». То есть, что вам наиболее было бы интересно в этом мире. И если вы почувствуете эти призывы, этот интерес, то вы сможете действительно, наверное, сделать правильный выбор и серьезно поработать над тем, чтобы этот выбор у вас состоялся и был успешным. Желаю вам этого успеха.